Я, честно говоря, отключаю здесь... Вот это Siri, который... Да, да. А, я смотрю, выключил. Машка развелась. Чего? Чего ты ржешь-то? Ну, скажи мне. Ты понимаешь, ультра-бесполезный Siri, сейчас же бабушку ее выключил. Народ, всем привет. Сегодня особенный выпуск, потому что я не один. Ну, это-то как раз вы привыкли. Но со мной моя бабушка. Я вот знаешь, что подумал, тебе же надо представить, Юлия Олеговна, правильно? Да. Тоже петухова. Ну, для меня-то ты бабушка, понимаешь? И всю жизнь была бабушка. Мне всегда было удивительно, когда к тебе на работе все приходили, Юлия Олеговна, вопросы все решались. А для меня бабушка – это бабушка. Всю мою жизнь. И сегодня мы поговорим о гаджетах, которыми пользуется моя бабушка, бабушка-велосоком. Потому что, мне кажется, это суперполезный ролик для всех возрастов. Для тех, кто общается со своими родителями, пожилыми родственниками, в том числе бабушками, дедушками. Рассказать, показать, что это не страшно. И устройства, которые лежат передо мной, это не мои. Это бабушка принеслась дома. Здесь, как вы видите, телефоны, планшеты, умные колонки и пирог. Потому что бабушка не могла прийти без пирога. Нет, я тебе три спекла. Мы уже два съели. Как-то прям ловко все улетело. И на этот уже тоже есть, так сказать, охотники. А что это, кстати? Чуду. Чуду? Да, чуду. Это с мясом, если правильно. Это с мясом, с картошкой. Очень хорошее тесто. Но там один из них, это с капустой. Обычный русский пирог. Ну, это вот тот самый любимый из детства. Значит, эти пироги. Это, конечно, очень хорошее. Я, конечно, ориентируюсь в основном по твоему вкусу. Ну, давай, собственно, приступим к непосредственно рассказу про твой опыт в гаджетах. Да. И первым устройством у тебя был все-таки не телефон, а планшет. Да, да. Ему уже много лет, много лет. Ему 2017 года. Это iPad Pro. Причем ты обращал внимание, что это розовое золото? Ну, конечно, конечно. Это не просто планшет. Уже сейчас я как-то привыкла, не обращаю внимания. Ну, как бы, хорошо, хорошо. Но только кавер надо, конечно, заменить. Но ты знаешь, я решил поступить более стратегически. И поскольку ты у меня здесь, мы сейчас с тобой этим вопросом и озадачимся. Зашлите, пожалуйста. Раз. И вот такое вот два. Раз уж такое дело, я подумал, что надо тебе обновить iPad, а ты действительно уже давно. И эта модель 5 лет. Больше. Ну, больше даже. Да, больше. Розовый. Но теперь кавер, а планшет черный. Это iPad Air. Продолжается история. У тебя начиналось с Air, потом Pro, потом Air. Так что мы сейчас с тобой после съемки перекинем все... Это я не ожидала. Это я не ожидала. Ну, я пока это беру сюда. А мы продолжим про твой iPad. Первый, который у тебя был, это мой старый iPad. Это вообще классика жанра, когда родственникам передаются старые устройства. Продлевается жизнь. Потому что, допустим, для меня он уже в каком-то смысле потерял возможности определенные, а для тебя это только начало пути по этому общению. Да, хороший подарок. Открыл мне окно в Европу. То есть, это такие общения с моими сверстницами. Но, к сожалению, немногими. Не все. Многие боятся, боятся всех гаджетов. Боятся. В моем возрасте, даже вот раньше, на 10 лет, есть люди очень обеспеченные. Либо у кого-то также может помочь сын, внук, внучка. Но они не хотят, они отказываются. Я вот сюда пришла, чтобы не с каждым вот отдельно. Я уговариваю своих приятельниц, уговариваю. Но чтобы не с каждым отдельно. Сейчас скажу даже из твоей студии на всю Россию, что пожилые люди. Вот ты не представил мне, мне 85 лет. Ну, как-то некультурно, знаешь, если бы я это сказал. А, ну, хорошо, молодец, дипломат. Вот, но у меня 85 лет, и я уже, ну, конечно, вот с 70, наверное, или с 75, вот так. Ну, наверное, с 73, раз в 12-15 лет. Уже у меня и действительно iPad, потом, значит, iPhone, в общем, это действительно тоже. Потихонечку ты обрастаешь и умный дом. Да, да, да. Я обрастаю, и это мне как бы дает какой-то вот стимул жизни. Потому что просто общаться по WhatsApp, значит, FaceTime был как-то сначала более. Да, да. Сначала был FaceTime, потом уже. Это, да, вот за границей, многие разъехались, там, и мои знакомые, там. Вот, и поэтому общение уже давно было. То есть, правильно ли я понимаю, что если бы, например, несовременные технологии, там, WhatsApp и прочее, то часть общения бы просто прервалось и утро усложнилось. Ну, жизнь была бы очень, было бы, самое главное, что было бы очень скучно, очень скучно. Здесь и поздравить, и всё. Ну, а самое главное, конечно, вот это заказ продуктов, без которых нельзя и дня прожить, правильно? Да, это действительно важно. Но вот смотри, если про iPad, забавная история, как мы поменяли тебе первый. Что с ним случилось? Ну, первый разбился, причём не я, на вас часы слетели, упали на журнальный столик, разбился. Причём его так, хорошие часы, его так конкретно уничтожило, что его даже не было смысла чинить, и мы как раз тогда его заменили. Но забавно, что он спас, что там, вазу. Ой, да лучше бы вазу разбил, только в iPad оставил. Ну, при этом iPad, в чём его прелесть, опять же, для людей, кто только знакомится с миром технологий? Большой экран? Да. Удобно? Хорошая поисковая строка, поисковая. То есть, ты можешь зайти в Safari, во все эти штуки, у тебя удобно всё это ищется. А вот скажи, мы с тобой когда обучались, помнишь, сначала была одна версия операционной системы, потом другая? Да. И помнишь, для тебя вначале было очень сложно, когда передвигали кнопочки, натурально было непонятно, куда всё это и переместилось. Но есть ли такое вот у тебя, что сейчас с опытом уже не так страшно? Абсолютно. Да? Уже вот нет этого страха, что ты что-то сломаешь. Я помню даже твоё слово, я вот повторю, потому что это может быть всем полезно. Ты мне сказал вот одно слово, которое меня всё, страх совершенно отбил. Ты сказал, если заблудилась, да, заблудилась, нажми кнопку выхода и начни всё снова. Я действительно боялась, что что-нибудь я там не так нажму, что-то там случится, поломается, да. А ты сказал, ничего, если там заблудилась в интернете, что-то где-то, нажми входной кнопочкой и всё. И вот он меня успокоил очень надолго. Да, в этом смысле очень удобно, что нельзя сломать и как-то что-то сделать так, чтобы потом оно не работало. То есть это очень такое отказоустойчивое устройство. Но при этом твой путь в технологиях начался же с классического компьютера. Да, да. Когда я вышла на пенсию, всё-таки мне было уже много лет, 7-6 лет, да, 7-6 лет. Да, поэтому я решила обучиться, и хорошо, бесплатные были курсы при библиотеках многих районов. И у нас в Тропарёве-Никулино, значит, было такие курсы. Я пошла. Ну, во-первых, это 10-дневные, это очень мало, 10-дневные. Во-вторых, эти компьютеры были. Уже, в общем-то, они к моменту, когда ты обучалась, не особо пользовались спросом. Да, не спросом. Ну, потом уж, если так честно признаться, я очень с мышью не друзжила. Она у меня убегала. Скажи пальцем удобнее, намного. Да всё, это просто... Ты просто пальцем в экран. Да, это два полиса. У меня всегда мышка куда-то убегала. И я освоила саму технику. Меня даже там хвалили, что... Ну, освоила. Я даже помогала, потому что старше меня были. Вот. Ну, мне незнакомые люди, это же со всего района собираются. Вот, она даже меня просила, чтобы я к ним подходила, ну, с мышью. И когда ты говоришь, хорошо, избавлю от этой мыши тебя, вот, айпэд. И мне так это понравилось. Намного. И настолько просто, я вас уверяю, вот настолько это всё просто. Да. Конечно, какие-то тонкости, это же, конечно, будете обращаться и к своим родственникам. Все же мужчины, будь то у кого-то муж, да, я вот вдова, у кого-то муж, у кого-то сын. Но ты у меня учитель основной. Ну, вот я со своей точки зрения, со своей колокольни, знаете, хочу какую штуку вбросить на рот? Вот не поленитесь потратить там какое-то время, день, два, на самом деле не так много в масштабе. Но объяснив раз, и не просто, знаешь, как по телефону там что-то, да, там как-то работает или пришёл, сам натыкал. А если вот прям объяснить, а мы с тобой прям посидели, не раз и не два, но всё, причём бабушка записывала всё в книгу. Да, а ты стоял за спиной и диктовал, ты хороший учитель. Да, потому что должен быть некий алгоритм, чтобы было всё-таки понятно. И после того, как человек понял, как это работает, вопросов всё меньше и меньше. Я просто помню, как мы встречались, и бабушка такая, так, мне нужно вот по iPad. Нет, я записывала в тетрадь вопросы к Валентину. Что, где мне это найти, как мне это, где мне библиотека, как мне скачать книгу, как мне скачать кино и прочее это всё, да. А потом, я говорю, и всё это меньше, меньше, меньше. И сегодня мы, если какие-то вопросы обсуждаем, то такие очень отстранённые, а всё техническое уже бабушка сама разбирается. Я смотрю, чем ты пользуешься на iPad, ну, в общем, вижу стандартный набор приложений. Мне ещё нравятся все вот эти вот Мосэнерго. А, это тоже, да, это личный кабинет. То есть, не надо ходить в оплату, всё это. И там надо же сообщать по счётчикам воды, счётчик электроэнергии. Поэтому это всё делается, я знаю, в какие-то числа, с каких-то начинаю, это очень всё просто. Стало именно с... Да, когда-то я ходила на почту, ну, это мне ближе, чем в банке, да, и платила за всё. А сейчас это всё можно делать? Всё, да, всё, сразу передашь данные, счётчиков, и сразу оплатишь. А вот скажи, на YouTube ты пользуешься YouTube, что ты смотришь? Ну, во-первых, вашу программу, все ролики, я, да, своего внука я всегда смотрю. Иногда у меня есть и критические ему замечания. Ну, конечно, куда? Бабушка главный зритель, понятное дело. Я всегда ругаюсь, когда запикивают. Лучше бы не запикивали, я тоже считаю. А то непонятно, что говорят, скажи. Нет, я не хочу, чтобы у тебя даже это где-то в мозгу было, в душе, в сердце, чтобы это не выходило из тебя. Мы стараемся, да. Мы проводим работу над собой, но иногда тяжело сдержаться, но мы хотя бы запикиваем. Слушай, ну, планшет, понятно, здесь всё-таки действительно, у тебя, вот, я правильно понимаю, дома по большей части планшет? Да, да. А телефон это всё-таки позвонить? Телефон это вот поздравить, позвонить, переслать что-то, а фотографиями, как мы обменяемся, это забыли сказать. Да, это на самом деле. Вы мои, вот, у меня есть, может быть, даже можно назвать, обратиться к кому-то? Конечно. Вот Ирочка Малахова и Верочка Монахова. Вот вы такие грамотные, с высшим образованием, но вы мне настолько, вот, когда я вас просто призываю приобрести, вы имеете возможность, я, конечно, с учётом возможностей. И вы говорите, нет, мне это очень, это я боюсь, не говорите так, приобретайте, у вас жизнь будет другая. Ведь я так хочу сейчас увидеть, чтобы обе не могут приехать даже, да? Вот, а мы обмениваемся. А так фотографиями и всё. Да, фотографиями, это же жизнь, посмотришь, их внуков, их права. Теперь можно работать консультантом в каком-нибудь магазине, знаешь, у тебя просто ставишь за прилавок, просто ловишь всех старше 70 и обрабатываешь их. А уж сейчас как просто ещё это кольцо-то. С кольцом, велсаком-то вообще, конечно, ещё и платье ещё. Это вообще. Вот надо кстати. Кстати, тоже хорошая вещь. Давай, собственно, посмотрим, что у тебя на телефоне есть. Немножко тут многовато, потому что в чём-то разочаровалась. Ну, в целом у тебя, опять же, я говорю, прогноз погоды, то есть это тоже нужно. Да, нет прогноза, сметил, всё есть. То есть это чтобы было. Конечно, без WhatsApp невозможно жить. Вот. Да, невозможно. И скажи, что даже у тебя WhatsApp уже на, скорее, даже первом месте в сравнении с телефоном. Конечно. Через него звонки в том числе. Я вот Viber Vision, а Viber ты не пользуешься. Нет, нет, у меня здесь немножко есть лишнее, в чём я разочаровалась. Так. А так, WhatsApp, это очень это... Удобно. Не только удобно, это вообще общение со всем миром. Причём бесплатно, это очень важно. На телефоне то-то деньги кончатся, тут кончились, поговорил подольше, закончились. А здесь очень-очень удобно. И за границу можно позвонить? Конечно, конечно. И часто. Твоей же тёте Иль, звоню и в Лондон. Ну, вообще, у меня много приятелей, и в Италии. Поэтому, да, это очень удобно. Ну, и, значит, телефон. А потом поисковая строка, конечно, очень тоже удобно. Вообще интернет в смысле новой информации. Конечно, удобнее на iPad поисковой, но здесь тоже пользуюсь. Ну, и многими. И вот приложение самое главное – это, конечно, доставка продуктов. Потому что это нужно, может, уж не каждый день, но раз в неделю это обязательно приходится заказывать. Солидный заказ я делаю примерно раз или в 5 дней, или в 7 дней. Это когда там и мясо, и рыба, и всё. И поэтому это уж сверхудобно, что можно заказать. Это действительно. Ну, вот я вижу, у тебя приложение «Метро» как раз. Да. Мы тебе ставили. «Метро» я знаю, как ещё магазин, когда там выдавали пропуска специальные, мы получили. Карты уже было получили. Да, карты, да. Мне очень нравится там и выкладка, и очень хорошие там условия хранения продуктов. Я была на этой вот их базе, в этой, потому что наша поликлиника была прикреплена прямо к «Метро», все сотрудники. То есть у вас прямо ловко было. Очень нравится. Ну, смотри, а вот теперь как раз я расскажу нашим зрителям, тебя немножко тоже просвещу в этом вопросе. Дело в том, что кроме того, что ты можешь, как ты и делаешь, заказывать продукты, там ещё есть своя линейка «Метро-шеф». Это вот эти, знаешь, очень ходовые, качественные продукты, которые нужны повседневно. Да. И перед началом записи ролика я заказал как раз большой ассортимент, нам сейчас привезут, я тебе покажу. Ну, а нашим зрителям, чтобы было совсем приятно, смотрите, во-первых, карточку вы сейчас можете получить непосредственно в приложении, её не надо нигде оформлять, вы регистрируетесь и карта готова. Ну, и, конечно, чтобы вам было совсем приятно, у меня для вас два промокода. Первый – это TECHNO500, вы получите специальную скидку, если вы новый пользователь, это очень приятно. А если вы уже активный участник, как бабушка, например, для тебя промокод VILSA10, по нему вы также получите дополнительную скидку. Вся полезная информация в описании, ну, и здесь для вас ещё QR-код, чтобы вы могли отсканировать и вливаться. В «Метро» скажи классно, что можно заказать ко времени. Это да, это не опаздывает никогда. Упаковка очень хорошая, потому что это вот даже как медик скажу, рыба обязательно отдельно, мясо отдельно, всё, фрукты отдельно, если я заказываю химию для уборки, для стирки, тоже всё отдельно, даже в малых пакетах, а потом ещё и в большой пакет упаковывают. Очень удобно. Я, например, уже ходить по магазинам не могу, да, использую, ну, как мне помогал там и сын, и внук, но я не хочу сейчас их, такие продукты, там, картошка, ну, почти повседневная, да. Ну, да, потому что тяжёлая, на самом деле, да. Ну, и там вода, например. Там морковь, лук, всё, это всё привезут, доставят в хорошем качестве. Сборщики, видимо, очень проинструктированы, чтобы, значит, подбирать хороший продукт. Вот никогда ни гнили не попадается, ни перемороженных. Ну, это тоже важно, да. Да, это важно. Многие боятся. Не бойтесь, мои сверстники, а уж если даже ниже, моложе, то совсем не бойтесь. Это очень просто, это очень просто. Вам остаётся только нажать кнопку, значит, высветит с каталог, и вот сидите спокойно. Вот уж куда я, правда, трачу время. Целый час сижу, разбираю, какой мне сыр нужен, какой мне не нужен. Ну, пробовала я это, не пробовала, это вот занимает время. Ну, кстати. Да, это да, но это куда надо. Ну, это приятное такое, да, сидишь, убираешь. А вот многие, даже с моих приятельств, боятся почему-то вообще боятся всех этих новых технологий. Ну, и, наверное, для людей моего возраста тоже полезный совет, в смысле того, что научив своих пожилых родственников всем этим несложным процедурам, вы объясняете, как это работает, а дальше они абсолютно самостоятельно всё делают. Да, и ваши мамы, бабушки будут, в конце концов, вам очень благодарны. Учите своих и родителей, и прародителей. Да. Да, потому что научите это очень, а вы не бойтесь, потому что это настолько просто, настолько просто. Я говорю, заседаю, задерживаюсь только в каталоге. Остальное всё очень, да, просто. Ну, осталось сказать только, что ссылка в описании, да? Да, да, да. И оттуда качаешь. Да. Да. Картами ты пользуешься каким-нибудь или вот просто в интернете ищешь? Если там найти какой-нибудь поблизости, там что-нибудь, какой-нибудь магазин, банк. Нет, вот картами не люблю. Просто в поиске, да? Не люблю. Почему? Потому что вот вообще как-то ведёт себя телефон нехорошо, как-то всё это сбрасывается. Вот что-то найдёшь. Вот я всегда ищу тебя. Ну, кстати, это претензии не только от бабушки, а от меня тоже. Иногда сориентироваться на карте сложно, потому что ты такой, где вообще, в какую сторону я смотрю? То есть, какой-то они масштаб не выдерживают, то это потом юго-запад. Да, такая штука есть. Сейчас дополненная реальность же где-то грядёт. Это вот когда ты сквозь экран перед глазами, ну, очки, по сути, видишь некую проекцию. Да. И в телефоне это тоже есть, но это скорее для энтузиастов. А в будущем мы движемся к тому, что, скорее всего, у тебя будет экран не в телефоне, не в планшете, а просто перед лицом висеть. И ты, соответственно, будешь смотреть, куда идти, не в телефон, а он тебе будет прям показывать направление. И вот мне кажется, вот эти технологии как раз в том числе сделают жизни многих людей сильно проще. Да. Мне тут в ухо сообщают, что приехал наш курьер замечательный, вот заказывал к четырём, вот он и приехал. И давайте, собственно, посмотрим ассортимент метро-шефа, я тебе тоже покажу. Ой, интересно, что вы заказали, да. Да, потому что там я сам, честно говоря, когда первый раз увидел, такой, а вот так бывает? И теперь это для меня прям спасение. Внесите. Вот такой пакет, но если ты думаешь, что это всё, и это только начало. Ты думаешь, меня удивил? Вот таким количеством. Я это же заказываю. Ну, серьезно? Заказываю, конечно. Я же это заказываю. А я думал, я тебе сейчас на стол выложу, скажу, смотри. Да, это скажешь. У меня тут и сербская брынза, и сушёная... Обязательно у меня. Серьезно? Почему-то на сушёные абрикосы. Там есть и чернослив, и всё, и изюм, и всё. Меня просто, знаешь, поразил масштаб, в смысле того, что есть, ну, реально, в каждой категории. Каждому посмотреть только в каталог, там такое последовательность. Первое. Овощи все, фрукты все, мясное, рыбное, причём отдельно консервы рыбные, консервы мясные, консервы овощные. Здесь я даже не всё... Фруктовые, смотри. Фруктовых много, да. Мандарины в лёгком сиропе. И очень большой-большой соусов, очень много. Ну, и хозяйственные, я уже не знаю, это чьё там производство, что, ну, хозяйственные. Тоже удобно очень, очень удобно. Ну, то есть, если чё выбрать. Да, есть, есть, проведёте приятно за этим каталогом больше часа, но зато получат то, что хотели. Если вы знаете название, значит, фирм, всё, даже свою выпечку предлагают в каталоге. Есть своя выпечка, просто хлеб, и там градация большая, так что ты меня не удивил. Я понял, да, я хотел тебе там... Да, всё выложил, нет, не удивил. В любом случае, что ж, отправлю всё это с тобой домой. Приходите тогда в гости. Да, я так вот, понимаешь, хитро напрашиваюсь на обед. Да, обед. А я вот пирожок сегодня привезла. Это-то да. Да, из этих же продуктов, из таких. Но ты представляешь, что с кутомощью можно что-то сделать? Так что? Слюни, конечно, капают, но давай попробуем продолжить. Ну, ведь голосовой помощник очень иногда помогает, когда моя правнучка. Мы с ней однажды вышли, значит, по её просьбе, там, она хотела что-то купить, но я хотела ей это подарить. И она, вот я этого ещё пока не умею, она очень запрашивала голосовой помощник, да, она даже спрашивала, я говорю, Сонечка, я не смогу, если нога же болит, что вот на этажи поднимать. Она, значит, говорила, вот ей в подружку нужен был, там, такую детскую косметику, да, и она спрашивала, а на каком этаже, вот у нас в Авеню, на юго-западе, да, на каком этаже магазин подружка, и ей всё голосовой ответчик, то есть, вот где ещё какая косметика, ей там подскажут. Это тоже на современной интерфейс коммуникации. Да, и ты знаешь, настолько-то тоже очень, ну, как-то очень помогает в жизни. Угу, но ты вот на телефоне, я правильно понимаю, всё-таки не пользуешься? Картами нет. Не-не, и голосовым ассистентом? Ну, наверное, я, честно говоря, отключаю здесь. Вот это Siri, которая, да? Да, да. А, я смотрю, выключил. Машка развелась. Чего? Чего ты ржёшь-то? Ну, скажи мне. Ты понимаешь, ультра-бесполезный Siri, сейчас же бабушку её выключил. Да нет. Не-не, он тебя правда деактивирует. У меня интернета нет. Не, я имею в виду Siri, не выключаю. На улице я не могу. Может, я её выключу. Собственно, про голосовые ассистенты. Я тебе станцию привёз года два назад, три, наверное. Ну, три, да. Первая станция, она появилась достаточно давно. Это наша местная, но у бабушки Рома такая же, та, которая подключается к телевизору, где можно ещё смотреть и ТВ, и кино, и прочие штуки. Ты же с ней прямо общаешься? Ну, во-первых, общаюсь, а во-вторых, она мне помогает, это вечерам, перед ночью, когда я укладываюсь в постельку, да, и уже не встаю, чтобы выключить, отключить свет. Она у меня к торшеру, ещё ты же помнишь, как делал. И я говорю, что Алиса, выключи торшер, и мне не вставать, это блаженство, ребята, это блаженство. Ну, кстати, опять же, умный дом и колонка – это must-have для любых вообще родственников, потому что это сильно меняет удобство и качество жизни. А музыка? Музыка, да. То есть ты можешь спросить, ты же, помнишь, рассказывал, что ты, если какие-то там столицы забыл или ещё что-то, всё можно спросить. Да, это мне тоже очень-очень помогает. Вот уже, конечно, 85 лет что-то выпадает, вот там столицы наших же даже, республик, там что-то. И мне не лезть и это, не искать, даже лёжа, сидя, занимаясь чем-то ещё другим делом. Я спрашиваю, да, и очень хорошо отвечают, да, да. Так что это тоже очень, колонка очень помогает. А вот что ты скажешь по поводу вот Face ID, вернее, даже Face ID, ладно, то, что нет больше кнопки. То есть у тебя был долгий период, когда ты привыкаешь действительно к кнопке, а потом у тебя всё на жестах вот этих. Ну, ты знаешь, ну, в общем-то, я как бы не ощущаю, вот это я не ощущаю, кнопка, это потому что у меня… То есть что так, что так. Что так, что так, потому что вот если я делаю, да, иногда тоже вот, ну, вот какие-то трудности есть. Вот там кнопочка здесь, ну, это вот сейчас чего-то замстило. Но в целом нормально. Да, в целом нормально. Как ты вообще думаешь, к чему это всё идёт, и что бы, может быть, тебе хотелось из гаджетов, чего нету прямо вот сейчас, здесь и сейчас? Ну, это у меня как-то врасплох. Ну, такой, знаешь, вопрос даже подумать. Может быть, там, я не знаю, даже телевизоры стали умными, да, всё умное. Ну, ты знаешь, ведь там вот сразу, конечно, всё должно тестироваться, что вы делаете, да. Конечно, мне хотелось, умный дом это уже есть, там, чтобы чайники включались, и там плита электричества включала, но всё-таки это же должно быть оставлено, то есть включено в сеть электрическую, правильно? А ведь это тоже немножко страшно оставлять. Именно с этой точки зрения, насколько это всё безопасно. Поэтому я бы тебя попросила всё это мне сделать, и это было, конечно, очень удобно, я там иду, а чайник уже там кипитый. Я просто интересуюсь на ближайшие праздники. Да. Ну, потому что, что ещё бабушке, так сказать, подарить, да? Скажи, вот лучший подарок, опять же, возвращаемся только к чему мы начали. А, просто ты любый гад, да? Ну, я имею в виду, что к чему это всё идёт, и что бы тебе может быть хотелось ещё? Ну, мне нравится вот она в разделе пылесос. Умный. Умный, конечно. Робот. Да. Мне очень нравится. Особенно вот с этой, со станцией, с базой. Вот этот, который, как он называется, роборок SQ7 Max, берёшь? Слушай, и вообще не интеграция ни разу. Уж очень. Слушай, нет, вещь, правда, хорошая, потому что умный пылесос, вот без станции, он не настолько умный, и ломается вся логика умного пылесоса. Тебе надо его постоянно чистить, его надо там заливать воду, ещё что-то. А так он всё сам делает. И находит носки даже. Это просто бабушка ко мне в дом приехала, посмотрела такая хорошая вещь. Но мы рассказывали, кстати, о нём на канале, если что, можете найти. Нет, действительно, кроме шуток, современная бытовая техника во многом интереснее, чем мобильные устройства, потому что в них мы активно погрузили за последние лет 10, а про всё, что стоит там на кухне и в доме забыли. И сегодня роботы-пылесосы, беспроводные пылесосы, реально стиралки, сушилки и прочее, прочее, всё это тоже стало очень удобно. Поэтому следующий наш с тобой этап интеграции и технического развития – это умный дом со всеми вот этими гаджетами. А мне это тоже, на самом деле, очень любопытно с всех тучек зрения. И бабушке рассказать, и помочь, и вообще понять, как это использовать. Умные часы. Apple Watch или ещё что-то. Мы с тобой как-то этот вопрос, я не помню, обсуждали или не обсуждали, но насколько бы тебе это было вообще интересно? Ну, может быть, и интересно. Ну, во-первых, там шаги считать, значит, чтобы мне для своей какой-то гимнастики какой-то такой заниматься. Блин, сейчас просто стыдно стало, прям резко стыдно. Не-не, я просто понимаю, что почему у моей бабушки нет умных часов вообще, по-моему, чёрта. Этот вопрос мы тоже решим. Ты прохал. Много у меня. Так нет, ты знаешь, на самом деле, просто это ещё устройство, которое, оно же там детектинг падения. В случае, если, не дай бог, что-то произошло, это, соответственно, ты можешь этот вопрос для родственников ещё полезно. Ну, это освещал в своём ролике, да, это я тоже отметила. Вот сейчас я это отметила. Вот надо озадачиться. И потом мы… А вы, народ, пишите в комментариях, если что, вот давай, знаешь, какой мы сделаем опыт. Умные часы, а ты потом про них расскажешь всё или отзывы. Хорошо, хорошо, хорошо. Я полностью все их пункции же изучила, на примере, которые сразу буду использовать. Чем нет, потому что там полезные штуки, там можно следить за своим сном, сейчас современные часы, это много всех вот этих приятных штук. Да, да, уж это… О, а для пожилых это сон, это самое главное. У всех же бессонница. Как настроить фазы, вот эти все штуки, может, оно реально поможет. Да, да, да. О, вот это хорошо. Да, хорошо почитаю и, значит, медицинскую даже, ну, какие-то приведу примеры, как это совет. Там же он, он же меряет пульс, он сейчас меряет всякие вещи. Да, да, да. Это тоже полезно, он говорит, что, знаешь, у вас, допустим, повысился пульс, надо там… Там что-то с давлением даже. Давление сейчас… Есть специальные датчики, которые подключаются к часам, но сейчас у них было популярно вот в период ковида пульс, вот это насыщенность кислорода, крови кислорода. Да. То есть такие вещи тоже уже есть, и это все развивается, и действительно часы становятся уже не просто часами, а скорее таким, знаешь, центром здоровья, мониторинга. Сейчас есть подушки антихрап, которые сами сенсором считывают храп, поднимаются, опускаются, чтобы этот вопрос решить. То есть забавно, что в этом сторону еще отдельное целое направление. Народ, ничего страшного в этом нет. Мне кажется, бабушка отличный пример того, что и 85 можно всем этим с удовольствием пользоваться, и это действительно улучшает вашу жизнь во всех смыслах. И вот я сделала сейчас прямо на камеру один промах. Я обратилась к моим двум приятельницам, а ведь они меня не услышат. У них нет ничего из этого. Вот это промах. Вот это промах. Но зато меня может услышать другие, кто до сих пор боится. Да, если после этого видеоролика вы действительно сделаете этот шаг, мы будем очень рады. Спасибо, что смотрели. Они сами-то будут рады. Они сами будут рады. Конечно. Наша задача, чтобы вы начали всем этим пользоваться. И ставить нам лайки, да? Вот у бабушки есть отдельный аккаунт. Да, потому что у вас тогда поднимается настроение, желание. Конечно, наше настроение. Да, проповедовать просто это всё. Да, ровно так и есть. Спасибо. Ну, ребята, я в шоке. Вы только хохочете надо мной. Пока. Пока. Пока.